Мышеловка. Маленькие. Для маленьких мышей уже. А для крысы нужно побольше. Фасхрахман Габрахманов объявил грызунам настоящую войну. Пенсионер говорит, с мышами и крысами бороться надо жестко. По всему периметру огорода, в сарае и дома мужчина установил вот такие ловушки. С тех пор мелких вредителей на участке стало меньше. Попался один. Появляется, я вижу, что это не то. А вот на базаре купил. Очень легкий способ. Пить все нет. Одолевают мыши и соседа напротив. Рафаэль Соберзянов ежедневно меняет приманку в мышеловке. Дедушка шутит. Этой ловушке столько жилет, сколько и ему. Но несмотря на это, ее механизм срабатывает также четко. По словам жителей села Большое Афанасово, грызуны стали одолевать их последние полгода. Большое количество мышей появилось не только в этом сельском поселении, во всем Нижнекамском районе. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что за последние пять лет пик геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются мыши, пришелся именно на 2014 год. Было зафиксировано 186 случаев. Заболеваемость выросла в шесть раз. Способствует размножению вот этих грызунов благоприятные климатические условия. То есть теплая осень, теплая зима. Благоприятные условия как раз способствуют размножению этих грызунов. Они, как правило, из лесных дачных массивов уже бегут в дома, близлежащие и там, ближе к продуктам питания, то есть там проживают. По словам санитарных врачей, сейчас грызуны облюбовали все садовые массивы. В преддверии огородного сезона дачники должны быть особенно осторожны. Геморрагическая лихорадка, болезнь коварная, может привести к летальным исходам. Заразиться вирусом можно во время уборки помещения, приема пищи, которую уже погрызли мыши и при прямом контакте с грызунами. Чтобы не заразиться геморрагической лихорадкой во время генеральной уборки, необходимо соблюдать элементарные правила защиты. Налицо обязательно надеть марлевую повязку. На руки резиновые перчатки. Ни в коем случае не вести дом веником, так как вместе с пылью поднимается воздух и опасный вирус. Производить уборку только при помощи влажной тряпки и изинфицирующих средств. Эти элементарные правила защиты – главные меры в борьбе с геморрагической лихорадкой. Пренебрегать ими нельзя. Уже с начала года опасным вирусом заболели 105 человек. А это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. И пик заболеваемости, по словам врачей, еще впереди. Лили Горова, Рафаэль Ракипов, Новости, НТР.